Субтитры делал DimaTorzok НТР в прямом эфире дневной выпуск в студии Вадим Струминский. Здравствуйте! Завершилось торжественное награждение студентов именной стипендии главы Нижнекамского муниципального района. Награды получили те, кто проявил себя в учебной и общественной деятельности, а также победители ежегодного конкурса дипломных проектов. Он проводился уже в 14 раз. В этом году оценивали 27 работ. Их подготовили выпускники высших и среднеспециальных учебных заведений. А после прошла презентация деятельности Казанского университета талантов. Все подробности расскажем в 18.30. Нижнекамка просит горожан поддержать петицию, чтобы на перекрестке Вахитова-Гагарина установили камеры видеофиксации. По словам Светланы, здесь интенсивное дорожное движение, и при этом многие водители нарушают правила, проезжая на красный сигнал светофора, не уступая дорогу пешеходам. А ведь через этот перекресток дети ходят в сады и школы. Петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы. Сегодня последний день, когда можно подписать. Для рассмотрения вопроса на муниципальном уровне нужно набрать около 14 тысяч голосов. Но пока в графе ноль. Консультация по вопросам регистрации недвижимости, использования материнского капитала, земельного законодательства. Завтра Управление Росреестра по Татарстану проводит единый день консультаций. В МФЦ граждане смогут получить ответы на интересующие вопросы. По традиции, встреча пройдет с привлечением специалистов различных организаций, задействованных в процессе оформления прав собственности на недвижимость. Росреестра, кадастровой палаты, пенсионного фонда и налоговой службы. Нижнекамцев и жители района будут ждать в многофункциональном центре с 8 утра до 6 вечера. Сегодня хоккеисты «Нефтехимика» проведут выездной матч против Тольяттинской «Лады». К этой встрече нижнекамцы подошли со значительными изменениями в составе. Расположение команды покинул нападающий Дмитрий Макаров. В этом сезоне он набрал 8 очков по системе «Гол плюс пас» за 23 матча. Накануне стан «Нефтехимика» пополнился новым форвардом Никитой Квартальновым. Он защищал цвета ЦСКА. Помимо этого, по решению тренерского штаба из состава «Ариады НХ» в «Нефтехимик» переведена тройка нападающих «Липустин», «Шексадаров», «Гематов». Матч против «Лады» начнется в 18.00 по Москве. О погоде. Синоптики обещают сегодня минус 10 градусов и будет пасмурно. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или посредством сайта ntrdefiz24.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok